Жутчайшие нокауты, страшные травмы и дурацкие происшествия. Сегодня вспомним случай, когда шоу UFC вызвали у нас неподдельный шок. А спонсором данного ролика является магазин спортивной экипировки Adidas Combat Mart. Только там самая лучшая экипировка для бокса, дзюдо и других единоборств по самым низким ценам. Все ссылки будут в описании. За историю UFC мы видели много красивых нокаутов. Очень много брутальных нокаутов. Но спросите у олдскульных фанатов, и наверняка большинство из них скажет, что самым шокирующим для них было первое поражение Мирка Филипповича в UFC. И дело не только в том, что от 110-килограммового грэпплера Габриэля Гонзаги никто не ожидал настолько четкого и своевременного хайкика, но и в том, что Кракоп был побежден своим же оружием и почувствовал себя на месте тех, кого сам когда-то отправлял в больницу. При падении Мирка порвал связки и на высший уровень с тех пор так и не вернулся. Встреча Бена Аскарина с Хорхем Освидалом обернулась не только самым быстрым, но и одним из самых крутых и кинематографичных нокаутов, что мы когда-либо видели. Посмотрите, насколько расслаблен Хорхе перед боем, и уже секунду спустя он набирает скорость с нуля до ста, чтобы вколотить колено в голову Бена и по недосмотру рефери нанести еще пару жестких панчей. Хорхе настоящий плохой парень, и он знает, как заставить себя уважать. Перенесемся в 2016 год. Поединок Майкла Биспинга и Андерсона Сильва в самом разгаре. У обоих бойцов за плечами уже более 30 профессиональных поединков. Обслуживает матч опытнейший рефери Херп Дин. И просто невозможно было представить, что кто-то из них может облажаться как распоследний любитель. Но именно это они и сделали, причем сразу друг за другом. В самой концовке третьего раунда Биспинг, воспользовавшись короткой заминкой, попросил рефери дать ему капу. На что паук отреагировал безупречным коленом в прыжке, которое усадило британца на канвас одновременно с гонгом. И пока Андерсон праздновал благодаря Бога за красивую победу, рефери тупил, позволяя графу лежать на канвасе, что запрещено. А пока Херп внушал пауку, что он рано радуется, Биспинг уже пришел в себя и уселся на табуретку. И после этого фантастического бардака, британец успешно выстоял еще два раунда и победил единогласным решением судей. Давайте на минутку перенесемся в эпоху Биджей Пэна. Нет, не в ту эпоху, где его вырубают полулегковесы UFC, какие-то алкаши возле баров и даже подушки безопасности. А в ту, где Дейна Уайт пугает им топовых бойцов перед сном. В 2008 году Бродиджи дрался за вакантный пояс в легком весе с 25-летним проспектом Джо Стивенсоном и избил его так, что выглядело это просто страшно. Джо хватал губами воздух, заливал октагон кровью, рыдал и пытался выжить. Гавайский мясник не разорвал его голыми руками прямо в клетке, только потому, что в ММА все-таки предусмотрены рефери. 2015 год. Рори Макдональд сходится в титульном бою с опытным ударником Робби Лоулером. И эти двое закатывают самую жесткую зарубу года. К пятому раунду Рори вел поединок на всех судейских карточках, но Лоулер, как всегда, к этому времени только разогрелся. Когда очередной тяжелейший панч с левой пришелся к Анатсу прямо в нос, держалка Макдональда дала трещину, и он рухнул на канвас, ничего уже не соображая. И пока безжалостный бушевал в клетке, празднуя свою победу, Рори выглядел так, что весь зал молился, чтобы этот молодой парень не помер у них на глазах. Ну и конечно же, мы не могли не вспомнить про Хабиба Нурмагомедова. Самый громкий бой в истории UFC, 20 тысяч человек в зале и почти 2,5 миллиона проданных трансляций. И все эти люди увидели, что высокобюджетный турнир высшей лиги ММА закончился как районный чемпионат по вольной борьбе в какой-нибудь далекой российской глубинке. Пока Хабиб перемахнул через сетку, чтобы отвесить леща Дилану Деннису, его брат Абубакар отбивался от Макгрегора папахой. А одноклубники кидались на ирландца, который и так сдался полминуты назад. В зале творился хаос, какого не видели еще никогда в истории UFC. Хабиба уводила полиция, а пояс ему так и не вручили. Но, пожалуй, самым болезненным во всех смыслах было падение Андерсона Сильвы. За 7 лет Паук выловил все съедобное, что водилось в среднем дивизионе. Избил и финишировал всех значимых претендентов. И уже казалось, что его правлению не будет конца, если только сам Андерсон своими дурачествами не загонит себя в ловушку или же не сломается. В итоге вышло и то, и другое. В середине 2013 года Сильва в своей манере издевался над молодым здоровяком Крисом Уайдманом. Но был слишком расслаблен. Уклоняясь от атак в стиле Нео, Андерсон забыл о том, что застаиваться на ногах – это ошибка новичков. И в итоге один из панчи американца пришелся прямо по кнопке выключения. Обратите внимание, в бою с Форестом Гриффином Андерсон тоже защищался с опущенными руками. Но при этом двигался и наносил удары, когда ему это было выгодно. Ну а реванш в конце того же года окончательно поставил крест направлении великого чемпиона. И это, пожалуй, самый шокирующий момент в истории UFC. Такие травмы в октагоне случались и раньше, например, в бою Кори Хилла 2008 года. Но в тот момент, глядя поединок в прямом эфире, просто не верилось в то, что это действительно один из величайших бойцов в истории Андерсон Сильва. Сейчас кричит и корчится в клетке, а его нога выглядит так, будто бы сделана из поролона. А какие по-настоящему шокирующие моменты можете вспомнить вы? Своё мнение пишите, как обычно, в комментариях. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями. Субтитры создавал DimaTorzok